у нас сегодня две темы которые хотел обсудить и первая посвящена связи линейных и нелинейных уравнений в частности мы обсуждали поведение линейных уравнений на плоскости соответственно давайте поговорим как эти знания которые мы таким образом получили помогают исследовать нелинейные уравнения давайте я скажу что это называется поведением нелинейных уравнений вблизи особых точек но как я уже говорил если нас интересует какое-то локальное поведение с нас интересует то что происходит в окрестности какой-то точки то в принципе интерес представляют именно положение равновесия особой точки потому что он если представить себя как выглядит какой-нибудь фазовый портрет да но он как-нибудь так может выглядеть допустим здесь есть какая-нибудь . тут есть какая-нибудь особая . например может быть что-нибудь в таком роде что тут есть какая-нибудь вот такая . и тут может быть тоже есть какая-нибудь еще . может быть что-нибудь в таком роде допустим значит в окрестности любой не особой точки векторное поле устроено таким не очень интересным образом но там грубо говоря все векторы смотрят ну почти в одну сторону и фазовые кривые там устроены соответствующим образом то есть у вас все фазовые кривые они ну вот тоже это какие-то такие кривые которые похожи на параллельные прямые собственно говоря если вы сделаете подходящую замену координат так как ты изогнете график то вы получите идеальную можно получить можно выпрямить векторное поле и получить в новых координатах после после какого-то изгибания растяжения можно получить просто векторное поле который будет просто смотреть ровно в одну сторону поэтому локальное поведение вблизи не особых точек неинтересно а вот вблизи особых точек это интересная вещь потому что уже на линейных системах мы видели что поведение вблизи особых точек может быть очень разным особые точки могут быть устроены по-разному и это влияет в целом на глобальную динамику тоже и поэтому дальше возникает вопрос какую собственно говоря информацию мы можем извлечь из нас есть какая-то нелинейная система у нее есть особая точка и мы хотели бы понять как устроен фазовый портрет вблизи этой особой точки ну понятно что бывают простые случаи когда наша система как-то решается или ну или по крайней мере например если система на плоскости если мы можем у нее найти первый интеграл то значит все мы знаем как устроена фазовый кривой чаще всего это не так чаще всего система не интегрируемые и мы не знаем как устроены как устроена по крайней мере она может быть интегрируема но найти явно первый интеграл как правило не получается не так это просто сделать тем не менее оказывается что мы можем применить наши знания которые получены при изучении линейных систем можем перенести отчасти на нелинейная система но давайте посмотрим как это устроены почему это вообще должно работать первая часть называется линеаризация линеаризация векторного поля вблизи особой точки допустим не есть сейчас какая-то система пусть она просто будет вот такой x . равняется v от x автономное автономное уравнение давайте я скажу что у меня размерность будет сейчас произвольная хотя примером будем рассматривать основном на плоскости и пусть у меня есть какая-то x со звездочкой пусть это особая точка то есть это просто означает что v от x со звездочкой равняется положение равновесия первое что можно сделать это можно просто сдвинуть систему координат так чтобы x звездочка перешла в ноль давайте значит я скажу что мы можем допустим рассмотреть новую координату допустим x волной которая есть просто x минус x со звездочкой в этом случае уравнение на x волной устроена так значит это x волной с точкой это все равно что x минус x со звездочкой с точкой поскольку их со звездочкой от константа то при дифференцировании его нету и это просто в от x ну то есть в от чего там x с волной плюс x со звездочкой то есть иными словами при такой замене координат ну просто у нас происходит соответствующая замена внутри нашего векторного поля и в общем ничего страшного не происходит но главное что теперь теперь если у нас x волной равняется нулю это особая . давайте я как-нибудь вот эту вот штуку давайте обозначить эту штуку через с волной по определению что определяет такой с волной как вот эту вот вещь и тогда 0 это особая точка векторного поля с волной вот это просто для удобства дальнейшего анализа значит давайте я теперь как бы я сейчас использовал изначально у меня была координата x новая карната x волной но мне будет неохота каждый раз писать эту волну поэтому давайте я буду считать что просто у меня самого начала 0 был особой . и не буду писать волну в дальнейшем просто считаем что 0 0 это особая точка исходного векторного поля вот давайте теперь смотрите значит давайте я потребую чтобы в было ну давайте я напишу скажем дважды гладкой то есть у нее должны существовать как минимум вторые производные это я может быть сейчас слишком много требуя но ничего много не мало значит существуют вторые производные давайте просто вторая производная и она непрерывно потому что первый бы хватило смотрите давайте я скажу что я хочу разложить в ряд тылора остаточного члена в форме пиана значит в это векторное поле то есть мы его представляем как отображение из рн в рн с каждой точке рн задан вектор который сам элементар поэтому нам сейчас их придется использовать не ту формулу тылора которая была на первом курсе а ту формулу тылора которая была на втором курсе но правда они очень похожи давайте смотреть значит в от x значит раскладываю в нуле ну давайте вспоминать как это как эту штуку устроена что я дальше должен написать сначала в 0 0 0 0 0 дифференциалы деленные на факториалы да значит вы от 0 плюс начновато что что за объект будет стоять вот здесь на втором месте здесь его нужно будет умножить на x что за объект стоит дифференциал вроде полный ну да на самом деле это даже не то чтобы полный дифференциал в это все таки отображение значит вот в этот отображение из рн в рн просто производные вектор производных градиент получается сейчас смотрите значит у отображения из из рн в рн кто такой кто такая производная дифференциал это дифференциал это так сказать слово которое используют для обозначения производные отображений из рн в р1 градиент это тоже штука которая относится к отображениям из рн в р1 а у нас отображение из рн в рн кто выполняет функцию производной такой штуки что за какого типа это объект это число это вектор это что-то есть что-то другое это вроде вектора которые координаты производные координаты а но вот проблема в том что у нас в это значит это вот такая штука смотрите а вот я вот я услышал правильное слово значит дело в том что вэшка это на самом деле вот такая вот штука если расписывать в координатах то у нее n компоненты каждый компонент зависит от n компонент вектор x поэтому как бы тут как как не пиши век просто вектор не получится потому что мы можем каждый из компонент дифференцировать по каждой и и по каждому из иксов и поэтому тут конечно возникает матрица значит давайте я напишу что это якобиан матрицы якоби взятая в точке ну или давайте я уж честно напишу как это обычно обозначают обычно просто использует вот такое вот обозначение dvpdx как бы частная производная но при этом подразумевается что поскольку у нас в это вектор который зависит от x который тоже вектор то вот эта вот штука на самом деле матрица значит эта матрица якоби то есть это вот такая штука dv1 под x1 и так далее вот такая штука и мы ее умножаем на вектор x и действительно тогда все получается хорошо ну и давайте просто добавлю плюс о маленькая от от нормы вектор x на самом деле вроде бы 1 1 однократного дифференцирования мне бы хватило но но давайте я немножко перестрахуюсь в этом месте вот теперь давайте посмотрим на эту формулу во первых рога давайте заметим что вы отновляю это ноль потому что ноль это особая точка ну а дальше вот фактически что у нас получается и давайте я вот эту вот матрицу dvpdx матча частных производных давайте как-нибудь я обозначу пусть я ее просто обозначу через а на то есть наше уравнение принимать такой вид x с точкой равняется а x плюс какая-то штука которая становится маленькой при приближении к нулю то есть фактически как теперь можно рассматривать нашу исходную систему можно думать про нее так что это вот так вот такая вот система это линейная система такого же типа как мы только что рассматривали но плюс к этой линейной системе добавлен какой-то добавочек который становится маленьким при маленьких значениях x а то есть как бы это такая мало пошевеленная линейная система и дальше возникает вопрос вот у нас есть вот такая система до x точка равняется x плюс вот эта маленькая а можно еще рассмотреть новую систему в которой вот этого маленького нет давайте напишу что она есть y с точкой равняется а y век значит она называется линеаризация исходной системы что-то это вот система 2 линеаризация системы 1 в особой точке 0 то есть мы как бы оставили только линейную часть все все старшие члены выкинули дальше возникает вопрос в какой мере фазовый систем фазовый портрет этих двух систем похоже значит я сейчас буду рассматривать только случай невырожденной матрица с выжденными все становится сложно потому что ну как бы и если матрица они вырождены то это означает что вот это слагаемое она как бы самое сильное если матрица вырождены но представьте себе что матрица просто нулевая такое конечно может быть но тогда динамика полностью определяется вот этими слагаемыми которых вот в этой системе просто нет поэтому например если матрица а нулевая то бессмысленно задавать такой вопрос такой вопрос осмыслен в том случае если матрица а не нулевая и более того значит проще всего на него отвечать если матрица а в какой-то мере на него можно ответить если матрица а не вырождены и мы именно этот случай хочу будем рассматривать оказывается что ответ на тот вопрос который сформулировал зависит от того какого какого типа у нас получается особая точка у линейной системы с этой линеризации давайте вспомним какие вы какие вы знаете линейные линейные особые точки давайте сейчас сейчас пусть они вырождены матрицы пусть еще размерность равна 2 потому что это тот случай который мы который мы разобрали размерность фазового пространства 2 мы живем на плоскости какие системы на плоскости вы знаете какие 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 особые точки линейных систем вы знаете какие типы скажите кто-нибудь ну я не помню как они называются но там могут сходиться в точку фазовой крылья могут расходиться из нее да значит есть вот такие вот сходящиеся или расходящиеся она называется узел значит нам сейчас на самом деле устойчивость не очень важно поэтому я стрелочки каким-то образом рисую но если я все стрелочки обращу в обратную сторону то это будет особая точка того же типа так хорошо какие еще особые точки центра центры да это вот такие вот эллипсы центр так еще спиральки это вроде фокус да спиральки фокус еще последний тип неперечисленный мы такое рисовали много раз это седло значит вот у нас линейная особая точка может может быть одним из этих четырех типов одного из этих четырех типов вопрос как вы думаете для каких из этих типов особых точек соответствующая нелинейная система имеет фазовый портрет похожий на фазовый портрет линейной системы то есть иными словами какие из этих фазовых портретов ну так на качественном уровне сохраняются если мы добавляем к ним мы как бы мы стартовали с этой системы потом добавили какие-то вот эти вот члены которые становятся очень маленьким при приближении к нулю и все эти картинки мы рассматриваем тоже хоть маленькой окрестности нуля вот как вы считаете какие системы сохранятся по крайне на качественном уровне какие системы как-то сильно поменяются что ли это такое что ли это такое что ли это такое Итак, какие фазовые портреты сохранятся, какие нет? Что говорит ваша интуиция? Узел, кажется, должен сохраниться, потому что это как прямые, грубо говоря, выходящие из точки 0. Да, ну вот узел в некотором смысле сохраняется, то есть понятно, что конкретные траектории могут идти не совсем так. Например, те траектории, которые были прямолинейными, например, вот эти вот траектории, вот эти траектории, они, конечно, могут в нелинейном случае немножко искривиться. Но в целом динамика сохраняется, ну, тут очень простая динамика, все стремится к положению равновесия. И если вы немножко пошевелите векторы, то, в общем, все примерно останется, каким было. Все как стремилось к положению равновесия, так и продолжает стремиться. Кажется, кто сохранялся? Центр только не должен сохраняться. С центром? Сейчас посмотрим. Это, на самом деле, интересный вопрос. Ну, фокус тоже должен сохраняться, потому что, опять же, это вроде как тоже такая динамика, которая очень простая. Все стремится к нулю и при этом крутится. Если вы чуть-чуть пошевелите, то, ну, в общем, наверное, оно будет положать, тоже стремиться к нулю. Ну, и тоже продолжать крутиться, потому что, ну, как бы, у вас возмущение маленькое, оно может повлиять только не сильно на динамику. И поэтому, если у вас было какое-то вращение, то, в общем, было бы логично ожидать, что оно сохранится. Седло, наверное, не сохранится. Седло не сохраняется, наверное. А вот седлом как раз интересно, что оно сохраняется. Опять же, вот эти прямолинейные фазовые кривые, которые здесь были, сепаратрисы прямолинейные, они перестают быть прямолинейными, могут перестать быть прямолинейными, но они сохраняются в том смысле, что у нас сохраняются кривые, которые стремятся к положению равновесия в прямом или обратном времени. Их ровно столько же, сколько их было. Значит, вот у нас было, как было две сепаратрисы, стремящиеся к особой точке в прямом времени, так и осталось. Ну, вот они могут как-то изогнуться, естественно. Более того, они продолжают касаться тех же направлений, которых касались соответствующие прямолинейные сепаратрисы. Ну, то есть это как раз собственное направление, направление собственных векторов нашей линеаризации. Ну, а все остальные траектории ведут себя примерно так же. Качественно так же в том смысле, что они как-то так же. Они сначала проходят вблизи одной сепаратрисы, потом проходят вблизи самого серла, а потом вблизи другой сепаратрисы. Опять же, они как-то изогнулись, но качественная динамика примерно такая же. Вот. А что все-таки с центром может случиться? Что может произойти с центром? В каком смысле центр может перестать быть центром? Ну, вот если бы у меня эллипсы перестали быть эллипсами, а просто стали какими-то тоже замкнутыми кривыми, какими-то овалами, то я бы сказал, что на качественном уровне все примерно сохранилось. Но может произойти что-то другое. Возможно, он может превратиться в фокус, то есть если эти эллипсы разомкнутся. Да, эллипсы могут разомкнуться. Вот здесь вот, как бы, вот везде, здесь, здесь и здесь у нас нет никаких таких сильных условий. Условий типа того, что что-то должно совпасть с чем-то. В центре такое условие есть, причем таких условий, как бы, их очень много. Здесь, как бы, у нас для каждой траектории у нас есть условие, что когда она делает полный оборот, она должна попасть ровно сама на себя. И вот это вот условие как раз очень легко разрушить, даже добавляя ужасно маленькое возмущение, даже добавляя возмущение, которое будет все меньше и меньше по мере приближения к началу координат, все равно это условие легко разрушить и получить какую-то вот такую картинку. То есть у нас будут какие-то фазовые кривые, которые похожи на, качественно похожи на фокус. Ну вот у нас будет какое-то такое, может быть, например, какое-то вот такое вот наматывание на особую точку в качестве одного из примеров той динамики, которая становится возможной. На самом деле это не единственная динамика, которая здесь может возникнуть, но это одна из них. Так что центр, это специальный случай, он вообще говоря не сохраняется. Может превратиться в такой, называется, медленный фокус, когда у вас особая точка, у нее по линейным слагаемым центр, но при этом динамика устроена так же, как динамика фокуса. Вот. Ну вот, собственно говоря, те картинки, которые я хотел нарисовать. Значит, ну вот слово сохраняется, здесь нужно воспринимать так немножко условно. Если формализовать, это добавляет некоторый строгий математический смысл, то каждый раз получается для каждой из этих особых точек получается своя теорема. Ну вот, например, для Сидлава это теорема, значит, это теорема, о господи, боже мой, теорема Адамара Перона о том, что сохраняются вот эти сепаратрисы, что даже если вы пошевелите Сидлава, все равно, несмотря на то, что, казалось бы, что условие, что у нас есть кривая, которая стремится ровно к этой точке, несмотря на то, что казалось бы, что это условие можно нарушить, это вроде как тоже условие типа равенства, что-то попало ровно туда, куда нужно. Но, тем не менее, оно сохраняется вот для нелинейных сепаратрисов. На самом деле, в какой-то мере понятно, почему оно сохраняется, потому что мы же не про конкретную траекторию говорим, что она должна продолжать попадать вот в эту точку, а про то, что такая траектория, в принципе, найдется. А то, что она найдется, в общем, было бы логично ожидать, потому что у нас здесь очень разная динамика. То есть, например, давайте посмотрим на вот эту вот траекторию. У меня траектории, которые правее нее, они уходят куда-то далеко направо. Ну, в принципе, логично ожидать, что когда мы чуть пошевелим картинку, то они тоже будут уходить куда-то далеко направо. А траектории, которые левее уходят, они уходят далеко налево. Ну, и вроде как понятно, что между этими двумя режимами вот такими обязательно найдется какая-то траектория, которая уйдет ровно вот в эту вот, будет стремиться ровно к этой особой точке. Ну, это не доказательство, доказательство немножко по-другому делается, но, по крайней мере, это некоторая мотивировка. Ну, вот, значит, что это нам позволяет сделать, эти факты. Но если у вас есть какая-то нелинейная система, вы можете написать для нее линеаризацию. То есть, фактически для этого вам нужно будет просто найти вот эту матрицу якоби, продифференцировать ваше векторное поле по всем переменам, подставить в них особую, у него в этой производной особую точку, подставить какую-то матрицу. А дальше вы анализируете эту матрицу. Если оказывается, что это матрица одного из вот этих вот трех типов, то это означает, что вы можете приблизительно, по крайней мере, с сохранением качественных характеристик, нарисовать фазовый портрет вблизи этой особой точки. Это не полностью отвечает на вопрос о том, как устроена динамика. Вообще, если у вас есть абы какая нелинейная система дифференциальных уравнений, то построить ее фазовый портрет и доказать, что эта фазовая портрет действительно такой, как мы построили, на математическом уровне строгости. Если эта система кому-то интересна, и вы такое делаете, то вы можете написать научную статью на эту тему. Это такая открытая исследовательская проблема. Но, по крайней мере, локально исследование – это простая задача. В том случае, если у вас линеризация одного из этих вот трех типов. С центрами там все сложно. Это отдельно большая наука по поводу того, что там с ним дальше происходит. В некотором смысле это очень похоже, но вот такой аналог всей этой истории – это исследование критической точки на то, является ли она максимум, минимум или седлом, или еще чем-нибудь. Если у вас есть просто функция одной переменной, если вы знаете, что у вас какая-то точка является критической, то есть у нее производная в этой точке нулевая, то вы знаете, что эта точка может быть либо точкой минимума. И, например, вы можете посмотреть на вторую производную. Если вторая производная положительна, то это точка минимума. Если вторая производная отрицательна, то это точка максимума. И в этом случае вы все знаете. А вот если вторая производная нулевая, то там становится непонятно, максимум это или минимум. И дальше вам нужно исследовать, ну, например, если вы хотите, если вы можете дальше вычислять производные, то вы можете, допустим, найти третью производную, найти четвертую производную и так далее. И дальше там в помощи разложения в ряд Телора определять, что все-таки это за точка. Если у вас в точке нулевая производная, допустим, вторая и еще какая-нибудь. Ну, дальше у вас там, если эти производные в какой-то момент у вас возникает не нулевая производная, то вы можете определить, какого типа ваша критическая точка. Здесь ситуация похожая, но только даже если у вас производная не нулевая, все равно возможно вот такой вот случай, который не позволяет сразу ответить на вопрос о фазовом портрете. Ну, теоретически вы можете находить дальше старшие, старшие производные и с помощью этих старших производных все-таки пытаться ответить на этот вопрос. Но это отдельная история. Вот. Ну, ладно. Значит, есть ли по этой части какие-то вопросы? Давайте я тогда расскажу про вторую часть. Это линейное уравнение в произвольной размерности. Значит, в прошлый раз мы довольно сильно гонялись за вещественными решениями наших уравнений, потому что это позволило нам понять, как устроено именно у нас вещественные уравнения, вещественные начальные условия, поэтому решения обязательно будут вещественными. И нам интересно, как они устроены с вещественной точки зрения. Но сейчас я покажу некоторую общую штуку, но мне придется сейчас разрешить себе переходить в комплексную область. То есть я сейчас не буду требовать, чтобы у меня все было вещественным. То есть у меня исходная система пусть будет вещественная, но в процессе преобразований она может стать какой-то комплексной. Ну, ничего не поделаешь. Значит, пусть у меня сейчас есть просто произвольное линейное уравнение, x-точка равняется ax, и x от t – это элемент rn, а это фиксированная матрица n на n. Значит, какие здесь возможны варианты? Ну, возможно, первый вариант – а диагонализируемая матрица. Ну, тогда мы можем перейти в диагонализирующий базис, и у нас наша система будет… Давайте пусть c – это матрица перехода. Диагонализируем базису. Пусть у меня x равняется cy. И тогда y с точкой – это просто вот такая штука. Диагональная матрица. Соответственно, лямбда 1 и так далее, лямбда n – это собственные значения матрица А. Ну, и тогда, в общем, все довольно просто. Значит, у меня просто возникает такая штука. y1 с точкой равняется лямбда 1, y1 и так далее. y1 с точкой равняется лямбда n, y1. Эта система явно решается. y1 от t равняется чему? Константы на е в степени лямбда 1t. Давайте я буду так писать y1. Сверху буду ставить нолик в знак того, что это начальное условие. Это уже сейчас не степень, а просто верхний индекс, потому что у меня нижний индекс занят. И то же самое со всеми остальными. получается вот такое вот решение. Ну, его можно еще записать в такой матричной форме. Можно сказать, что y от t – это есть вот такая матрица е в степени лямбда 1t и так далее. Е в степени лямбда nt. Здесь нули. Умножить на вектор y0. Значит, вот такое решение будет у этой системы. Ну, а дальше можно тоже, опять же, смотреть там на знаки этих лямбд, если они вещественные, если они комплексные, то там отдельная история какая-то будет. Но в любом случае вот оно решение, явно написано. Это простой случай. Теперь, если матрица не диагонализируем, что будем с ней делать? Значит, что можно делать с матрицей, а если она не диагонализируема? Какие еще вы знаете хорошие базисы у матриц? Точнее, у линейных операторов, которые задаются матрицами? Жорданов. Да, можно привести ее к жордановой нормальной форме. Значит, в любом случае можно привести к жордановой нормальной форме. Ну, на самом деле, дальше можно действовать разными методами. Ну, во-первых, можно просто честно записать получающуюся систему, попробовать ее начать решать. Ну, давайте рассмотрим один случай. Пусть… А, это просто жордановая клетка. Ну, то есть… Давайте я сразу буду писать ее в диагонализируемом… Ну, не в жордановом базисе. Да, это что означает? Означает, что у нее по диагонали стоят лямбды, а вот здесь стоят единички. Ну, и дальше у нас возникает вот такая система. Как вы думаете, что можно с этой системой сделать? Как такую систему решить? с конца. Да, на самом деле, можно решать снизу вверх. Значит, у нас последнее уравнение. Это уравнение просто xn с точкой равняется xn. Можно его решить. Предыдущее уравнение – это xn-1 с точкой равняется… Сейчас, только здесь лямбда должна быть. Лямбда xn-1 плюс xn. Значит, можно решить и подставить вот сюда. То, что у нас получается, это не автономное линейное уравнение. Мы такие уравнения, на самом деле, умеем решать. Уже даже несколькими разными способами. И так далее. Дальше у нас будет… Значит, мы это дело решаем. Дальше можно записать предыдущее уравнение. xn-2 плюс xn-1. Да, опять же, сюда можно подставить решение. И так далее. То есть, в общем, это дело решается. Но решать вот таким вот образом может быть немножко тоскливо. Поэтому давайте мы сейчас немножко забудем всю историю про то, что хотим приводить матрицы к каким-то хорошим видам. И давайте подумаем о том, а как можно было бы в общем виде записать решение матричного уравнения. Давайте вернемся к началу. Вот пусть у нас есть уравнение x-точка равняется ax. Вот смотрите, если бы а была бы не матрицей, а просто числом, как бы записывалось решение? Если число, то просто через экспоненту. Через экспоненту. E в степени at умножить на x-ноликовое. Ну вот я сейчас так написал решение. И теперь мы, конечно, помним, что это на самом деле матрица. И дальше у вас, конечно, может возникнуть вопрос, а что вот тут такое написано? Что это вообще значит? Как это вообще можно число E возвести в степень матрицы? Но с другой стороны, если подумать о том, что мы перед этим научились возводить число E в какие-нибудь иррациональные степени, то вопрос о том, что значит возвести число E в степень корень из двух, не менее странный, чем вопрос о том, что значит число E возвести в степень матрицы. Потому что изначально возведение в степень – это просто умножение числа само на себя какое-то число раз. Что означает умножить E само на себя корень из двух раз, в общем, не очень понятно. Но тем не менее, мы все время с этой задачей справились вполне естественным образом и можем попробовать и справиться с задачей про возведение числа E в матричную степень. А как бы вы стали это делать? Какое бы определение возведения числа E в степень вы бы использовали, чтобы определить вот такую вот штуку? Ну, у нас вроде это было на линалии. Было на линалии. Ну, насколько я помню, можно просто расписать в ряд экспоненту, а там матричные операции. Это обычные. Да, совершенно верно. Значит, вот так вот определяется... Давайте перебудем редко. Вот так определяется экспонент от матрицы. Как видите, для того, чтобы этот ряд определить, нам нужно уметь возводить матрицу в степень. Мы это умеем делать. Уметь и делить матрицу на число. Мы это умеем делать. И уметь складывать разные матрицы друг с другом матрицы одного вида. И мы это тоже умеем делать. Поэтому никаких, на самом деле, проблем в том, чтобы... Проблем с тем, чтобы посчитать, по крайней мере, определить вот эту вот вещь, у нас нет. По крайней мере, тут вполне корректные арифметические операции. Но единственное, что нужно учитывать, что такое возведение матрицы в нулевую степень. Какой результат, если вы возведете матрицу в степень 0? Единичная, наверное. Единичную матрицу, да. Это единственный способ разумным образом определить возведение в нулевую степень. Ну, например, потому что мы хотим, чтобы B в нулевую умножить на B в первой равнялось бы B в первой. Мы хотим, чтобы естественно вот такое вот естественное тождество сохранялось, значит, B в нулевую обязана быть тождественной матрицей, никуда не денется. Вот. Окей. Давайте. Ну, дальше возникает вопрос, а почему этот ряд сходится? Вот написать-то мы его написали. Теоретически, как работает арифметика, понятно. А почему он сходится? Почему он обязан сходиться? Ну, на эту тему нужно было бы, конечно, немножко повозиться с аккуратными определениями. Ну, вообще, что означает, что он сходится? То есть для того, чтобы сказать, что вот этот ряд куда-то сходится, мне нужно сказать, что частичные суммы куда-то стремятся. То есть мне нужно сказать, про последовательность матриц, что она куда-то стремится. Ну, самый простой способ это сделать, это задать на матрицах то, что называется нормой. Значит, у нас в векторном пространстве бывают нормы. Это штука, которая позволяет мерить длину вектора. Ну, пространство матрицы тоже векторное пространство, но им тоже можно задать норм. Но нормы на пространстве матриц можно задавать по-разному. Значит, давайте мы скажем, например, можно сделать такую вещь. Можно сказать, что пусть норма матрицы B это есть такая вещь. Это есть супремум по всем векторам У. Значит, мне нужно посмотреть, во сколько раз матрица B растягивает вектора. Значит, можно написать вот так, а можно написать, что это то же самое, что... Значит, у меня норма линейная штука. Ну, вру, не линейная, а как это сказать. В общем, если я вектор умножу в пять раз, то норма увеличится тоже в пять раз, по крайней мере. В этом смысле. Поэтому можно сказать так, что я просто смотрю на те векторы, у которых единичная норма, и смотрю на то, во сколько раз они увеличились. Вот меня интересует вот такая вот штука. И я говорю, что по определению это будет норма матрицы B. Ну, или норма линейного оператора B. Можно задавать по-другому норму на матрицах, но мне сейчас хочется задавать ее именно так. Значит, то есть норма матрицы показывает во сколько раз вектор может растянуться под действием B. Почему мне нравится здесь эта норма? потому что она обладает таким свойством. Давайте у меня есть две матрицы B1 и B2. Я утверждаю, что обязательно норма их произведения не превосходит произведению норм. Ну, почему это так? Потому что произведение матриц это просто их последовательное применение. Это то же самое, что их композиция, композиция соответствующих линейных операторов. поэтому если я спрашиваю про норму этого произведения, то что это означает? Означает, я спрашиваю, во сколько раз по максимуму вектор может растянуться, когда я на этот вектор подействую сначала оператором B2, а потом оператором B1 на то, что получилось по действию. Ну, понятно, что если B2 растягивает максимум вот во столько раз, а B1 растягивает максимум вот во столько раз, то когда я их последовательно применяю, то самое большое, что может произойти, это растяжение вот во столько раз. Вот. Значит, вот такое свойство, как бы такая частичная мультипликативность. Это то свойство, которое мне сейчас понадобится. и давайте теперь посмотрим на вот этот вот мой ряд. Значит, можно заметить, что, вот смотрите, меня сейчас интересует давайте я вот что сделаю. Я хочу сказать, что вот такой ряд сходится. Значит, то, что он сходится, это утверждение эквивалято такому утверждению. По определению это означает, что предел при n стремящемся к бесконечности. Значит, вот такой вот предел существует. Ну, или что то же самое, давайте я как-нибудь обозначу. Значит, давайте я скажу, что это все равно, что предел при n стремящемся к бесконечности. Значит, как бы, чтобы ряд сходился, мне нужно, чтобы его хвост вот такая штука стремилась бы к нулю. вот эта вот штука это просто разность между вот этим значит, нашим вот этим бесконечным рядом и вот этой штукой. Значит, поскольку вот эта штука должна стремиться к этому бесконечному ряду, то разность между ними должна стремиться к нулю. С другой стороны, значит, чего я хочу сказать. Я хочу показать, что вот такой предел. Значит, понятно, что если у нас предел нормы какого-то вектора стремится к нулю, то сам вектор тоже стремится к нулю. Норма непрерывная. Но в частности, если у нас матрица начинает все меньше, как бы начинают все векторы все сильнее и сильнее приближать к нулю, то в пределе мы получим просто нулевую матрицу, которая все отображает. и дальше, чтобы показать вот эту вот штуку, на самом деле достаточно заметить вот какую вещь. Значит, вот эта вот штука. Во-первых, эта штука не превосходит вот такой вещи. Это просто неравенство треугольника. а во-вторых, теперь я как раз использую вот то свойство, вот это вот свойство и говорю, что эта штука не превосходит вот такой вот штуки. теперь смотрите, вот этот вот ряд, это уже просто ряд, в котором фигурирует просто число. Вот эта вот норма матрицы B это просто какое-то число. Что вот это за штука такая? Остаточная часть в обычной экспоненте для числа. Да, совершенно верно. хвост в Е в степени B. В разложении Е в степени B. Там норма B только. Да, да, да. Хвост в разложении Е в степени норма B. Ну, а поскольку ряд для Е в степени норма B сходится, это мы уже знаем, то этот хвост обязан стремиться к нулю. и все. То есть, это означает, на самом деле, что любой такой ряд с любой матрицей B, он обязательно сходится. и тем самым наше определение матричной экспоненты через этот ряд оно корректно. Теперь мне нужно сделать еще один финтушами, а именно я хочу сказать, что вот эта штука, она на самом деле, что действительно вот эта вот вещь, она действительно является решением вот этого уравнения, где экспоненты заданы с помощью вот этого ряда. мне для этого нужно продифференцировать ряд почленно. Ну, тут я как раз пользуюсь тем, что ряд сходится, причем сходится абсолютно. И, в общем, тут, скорее всего, нужно сказать еще какие-то слова из, соответствующего раздела многомерного анализа, что такой ряд можно дифференцировать. Но я это сейчас предпочту замести под ковер. И просто заметить, что если у нас есть вот такая штука, если я дифференцирую по t, то работает ровно та же логика, которая работает с обычной экспонентой. Знаете, что у меня здесь получается? k от 0 до бесконечности от f в степени k разделить на k факториал умножить на x ноликовый. по идее здесь требуются какие-то дополнительные слова. Почему можно переставить местами дифференцирование и вычисление суммы ряда? В данном случае можно. Значит, здесь будет a в степени k на t в степени k разделить на k факториал x ноликовый. Ну, дальше, опять же, дифференцирование и умножение на фиксированную матрицу перестановочны, как мы уже обсуждали. Поэтому это все равно, что первое слагаемое здесь полностью исчезнет, поэтому я сейчас суммирую и начинаю от k равного единице. И здесь получается a в степени k на t в степени k-1 разделить на k-1 факториал на x ноликовый. Ну, а это, в общем, то же самое, что вот такая штука. то есть, это и есть. Ну, в общем, точно так же, как при дифференцировании ряда для обычной экспоненты, у нас константа, которая стоит, которая стоит перед т, она просто выносит продифференцированной. Честно говоря, все это до сих пор мне кажется какой-то магией, как так. Одни и те же формулы чудесным образом работают даже при очень сильном обобщении. Ну, вот работают. И поэтому, в общем-то, в общем-то все. в некотором смысле мы уже знаем, как решать любые линейные системы, вне зависимости от того, как матрица А устроена. И, в принципе, если бы я решал задачу на компьютере, то я мог бы просто взять для конкретной системы, взять, просто выписать достаточно много слагаемых этого ряда. Он быстро сходится за счет этого факториала. Ряд для экспонентов сходится быстро, и там можно применить еще какие-нибудь вычислительные трюки. Например, можно заставить вот эту вот матрицу B и иметь маленькую норму, просто там поделив ее на константы, потом умножив. В общем, короче говоря, можно этот ряд, сумму этого ряда вычислять очень эффективно на компьютере. Но если я хочу все-таки посчитать эту экспоненту ручками, то тут становится немножко сложно. И опять приходится возвращаться к историям про то, что мы бы хотели бы, чтобы у нас матрица была бы записана в хорошем базисе. Ну, давайте рассмотрим жордановую клетку и посчитаем экспонент от жордановой клетки. Значит, найдем E в степени AT, где A – это жордановая клетка. Давайте я представлю сейчас матрицу A в таком виде. Диагональную часть я вынесу просто как лямбда E, лямбда на единичную. И плюс вот эта матрица, которая состоит из единичек, давайте я ее обозначу буквой N-большое. Я уже использовал букву N-большое выше, но давайте мы про это забудем, что я ее использовал. Давайте я здесь буду писать M-большое. Вот так вот. Вот. Значит, здесь N-большое это просто матрица вот эта, которая состоит из единичек. Она… я обозначаю ее через N-большое, потому что она не лепатентная. Она при возведении в большую степень обнуляется. И давайте теперь находить экспонент вот такой штуки. Но что хочется сделать, когда у меня под экспонентом стоит сумма двух матриц. произведение, наверное. Да, но дальше возникает вопрос. Очень хочется написать что-то вот в таком роде. Дальше возникает вопрос, правда это или неправда. Вот для чисел это правда. E в степени альфа плюс бета равняется E в степени альфа на E в степени бета. А для матриц правда ли, что E в степени а плюс b равняется E в степени а умножить на E в степени b? Как вы думаете? Для чисел такое равенство верно, а для матриц? Ну, кажется, что нет. Например, если а это нулевая, а b другая, то не сходится что-то. Нет, с нулевой как раз все нормально. E в степени нулевая матрица это единичная матрица. С нулевой как раз все хорошо. А, да. Экспоненты нуля и единицы, экспоненты от нулевой матрицы это просто единичная матрица, потому что у вас в разложении будет только первая слагаемая, она будет единичной матрицей, все остальные будут нуля. Да, но правда, что это равенство не работает. Как можно легко догадаться до того, что у нас ужасно мало шансов, чтобы это равенство работало? Ну, можно, конечно, какой-то контрпример привести, но хочется понять, почему вообще это равенство скорее всего не работает. Это похоже на что-то вроде а плюс b в квадрате равно а квадрат плюс b в квадрате? Ну, это не совсем похоже, потому что для чисел то оно как раз работает. Чем принципиально отличаются числа от матриц? там важно, в каком порядке мы умножаем. Да, совершенно верно. Дело в том, что у нас слева вот это вот выражение, оно, значит, неважно, если я поменяю местами a и b, то оно не изменится. Значит, сложение матриц коммутирует, а умножение матриц не коммутирует. Поэтому, если бы это равенство было бы верно, то экспонента, матричный экспонент обладал бы каким-то чудесным свойством генерировать такие матрицы, которые коммутируют с другими матрицами, полученными в результате вычисления этой операции. Ну, в принципе, если бы экспонента отображала просто все матрицы в нулевую матрицу, то таким свойством она бы обладала. Но мы понимаем, что, наверное, экспонента – это какая-то более хитрая операция, и поэтому, в общем, шансов на то, что вот это равенство выполняется – нет. Но на самом деле оно выполняется, если матрицы А и Б коммутируют. То есть на самом деле отсутствие коммутирования – это единственное препятствие к этому равенству. Но доказательство устроено ровно так же, как вы можете доказать, что… Вы можете доказать это равенство для обычной экспоненты, перемножая соответствующие ряды или действуя какими-то преобразованиями пределов. Там, в общем, можно по-разному писать какие-то аккуратные оценки. Но, в общем, если вы будете это делать, то у вас доказательство будет проходить полностью так же при условии, что А и Б коммутируют. Доказательство вам потребуется, чтобы А и Б коммутировали. После этого доказательство будет проходить дословно так же, как для числа. И, по счастью, те матрицы, которые мы сейчас рассматриваем, они коммутируют друг с другом, потому что умножение на скалярную матрицу коммутируется чем угодно. Поэтому такое равенство можно записать. И давайте теперь посмотрим, как это нам поможет находить эти экспоненты. Единственное, что я забыл здесь умножить на T. Давайте мы тут тоже умножим на T и здесь тоже умножим на T. Во-первых, что вы можете сказать про вот эту матрицу? E в степени скалярной матрицы. Это что такое? На самом деле, скалярная матрица идет себе просто как число. Ну, по идее, матрица, в которой на диагонали стоят эти экспоненты. Да, совершенно верно. Это просто вот такая штука будет. Или что то же самое вот такая штука. Ну, действительно, потому что, если я буду записывать определение, вот у меня есть λt и так далее, λt, здесь нули. И я буду вот эту матрицу, значит, буду считать вот эту вот сумму, значит, буду возводить ее в катую степень, а потом делить на k! факториал. Ну, понятно, что когда я возвожу вот такую матрицу в катую степень, эта диагональная матрица, у меня просто каждый элемент возводится в катую степень. Просто они как бы... Я просто делаю одно и то же вычисление, одно и то же вычисление E в степени λt, а на самом деле просто в каждом, в каждом из этих диагональных элементов. Значит, это есть просто сумма по кат нуля на бесконечность λt в катой. Тут нули, тут будет... Окей, давайте я тут тоже поделю на k! факториал. Ну, и понятно, что это такое. Значит, это просто действительно вот такая матрица. Вот. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, кто такая E в степени неэлипидентная матрица. Чем так замечательно вот эта матрица? Значит, вот такая. Ну, давайте просто на самом деле выписывать. Значит, первое слагаемое в этом ряду, какое будет? какое будет первое слагаемое? единичное. Да, просто единичное матрица. Так, второе слагаемое какое будет? Сама N. Сама N. Да, точнее, у нас Nt сейчас. 0, 0, T. А следующее слагаемое как будет устроено? Значит, нам нужно вот эту матрицу умножить саму на себя, что будет происходить с вот этой вот диагональкой из T-шек. В степени возводится T-шек будут. Да, но они останутся на своем месте. Давайте попробуем. Допустим, вот такая у меня матрица. я ее умножаю само на себя. Значит, что у меня получается здесь? Это 0. Потом вот эту штуку на вот эту штуку. Это 0. 0. А потом где у меня ненулевый элемент возникает? Потому что они там все нулевые? не, ну вот как раз следующий будет уже это квадрат. В квадрате, да, потом снова 0. Ну и на самом деле оно так всегда и будет. То есть у нас, когда мы эту матрицу умножим саму на себя, получается вот такая матрица. Можно проверить, что вот эта вот диагональка из T-шек, она каждый раз будет двигаться на одну позицию вверх. Ну, собственно говоря, так всегда работает матрица, которая состоит из единичек над диагональю. Вот такая вот матрица. Она всегда так работает, что когда вы ее возводите в какую-то степень, то у вас просто вот эта диагональ, она сдвигается вверх на то количество позиций, в какую степень вы возводите. Ну, потому что на самом деле что делает эта матрица? Она просто берет, сдвигает второй базисный вектор, она отображает в первый базисный вектор, первый базисный вектор 0, третий во второй и так далее. Она сдвигает все базисные векторы. Соответственно, если вы примените эту матрицу, например, дважды, то это означает, что вы теперь сдвигаете их через единицу. А это как раз соответствует тому, что у вас единички стоят, так сказать, не на одну позицию выше главной диагонали, а на две позиции выше и так далее. Вот. Да, то есть у нас получается тут теперь вот такая вот матрица. и так далее. И нужно будет поделить на два факториала. И так далее. Чем дело закончится? Что будет происходить с этим рядом дальше? Ну, выглядит как будто это конечная сумма вообще. Конечно. Она и есть конечная сумма, потому что n – это нельпатентная матрица, n – это тоже нельпатентная матрица. Поэтому, когда вы разведете ее в достаточно большую степень, то она внулиться. И у вас в вашем бесконечном ряду для экспонента на самом деле есть только конечное число слагаемое. Ну, и, собственно говоря, закончится все это тем, что у нас будет последняя матрица не нулевая, у нее будет единственный элемент. Кажется, здесь будет n – первая степень, все остальное – нули. и нужно будет поделить на n-1 фэкториал. n-1, потому что, если вы возводите матрицу такую в n-ую степень, то у вас уже получается нулевая матрица, потому что вы n-ый базисный вектор отображаете в ноль, а все остальные тоже. Вот. Ну, или эту матрицу можно теперь записать таким образом. Заметьте, что у нас у каждой матрицы генерирует свою последовательность, свою диагональку. Поэтому просто возникает вот такая вот штука. Здесь у нас единицы. Здесь везде нули, здесь т-шки. Потом т-квадрат пополамы. И так далее. Последнее – это t в n-1 на n-1 фэкториал. Вот такая матрица. Просто записывается в явном виде. Ну и, собственно говоря, все. То есть мы таким образом научились вычислять экспоненты от жердановых клеток. Ну, а на самом деле, поскольку любая матрица в подходящем биосе представляется просто как такая кусочная диагональная матрица из жердановых клеток, блочной диагональной матрицы из жердановых клеток. Дальше можно заметить, что эти жердановые клетки, они просто в силу структуры матрицы такой блочной диагональной. Например, вот если посмотреть на вот эту часть матрицы, то понятно, что вот эта вот клетка, она отвечает там за первые сколько-то переменных. И она совершенно независима от вот этой клетки. И поэтому, когда у вас возникает такая блочная диагональная структура, то у вас экспонента от каждой из этих жердановых клеток будет вычисляться просто независимо. Ну и, собственно говоря, все. Теперь мы умеем вычислять в явной форме, выписывать решения любой системы линейных уравнений. Ну, единственная проблема, которая здесь возникает, как бы на словах все это очень хорошо, практическая проблема, которая здесь возникает, находить жердановые клетки в произвольной матрице, находить жердановую форму в произвольной матрице, это, это сложная задача, которая алгоритмически не всегда решается. Ну, например, потому что вам нужно найти все собственные значения и в явной форме, как бы в явном виде точно вы этого не всегда можете сделать, потому что это означает, что вам нужно решать уравнение той степени, какого размера у вас матрица, а уравнение там выше, в степени 5 и выше уже не всегда решается явно. Вот. Но теоретически, как бы вот решение есть. Не то, чтобы от него было много толку, но оно есть. Вот. Ну, вот такая вот вот такая вот история про линейные уравнения. Теперь уже произвольного порядка. есть ли какие-то вопросы про все это дело? Ну, то есть это получается, вот мы сейчас знали какой-то подход, который вообще абсолютно любое линейное уравнение может решить, и по сути там больше нечего делать в линейных уравнениях. ну, в некотором смысле, да, в линейных уравнениях нечего делать. То есть линейное уравнение с постоянными коэффициентами это задача, которая сводится к задаче линейной алгебры. Да, 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 это так. Ну, окей, это не совсем так, потому что, например, ну, вот, например, давайте я вам задам задачку. Она, кажется, даже была сформулирована в каком-то семинарском листочке. Вот смотрите, вот, допустим, у вас есть вот такая вот линейная система. Значит, линейная система в размерности 4, которая устроена очень просто. 0 омега минус омега 0. Давайте омега 1 здесь будет. А, хорошо, ладно. Омега, так омега. А здесь будет... Я нечего не буду написать. 0 бета минус бета 0. Значит, вот такая вот линейная система. Вопрос. При каких значениях омега и бета у этой системы есть замкнутое решение? Ну, замкнутое, в смысле, периодическое решение. Значит, это как бы решаемая задачка, и даже не то, что бы суперсложная, но она демонстрирует, что какие-то все-таки эффекты тут нетривиальные могут возникнуть. Вот. Задачка совершенно по силам всем присутствующим, но не вполне тривиальная. Но в целом, да, линейные системы это тот класс, который... Ну, линейные системы дифференциальных уровней с постоянными акцентами тот класс, который полностью исследован, и тут никаких особенных сюрпризов мы не ожидаем. Значит, про midterm. Ну, смотрите, давайте... Значит, когда у нас midterm должен быть? Я уже забыл. В начале следующего модуля, да? У меня даже где-то было записано. Да, 5 апреля у меня записан midterm. Чего на нем может быть? Ну, как правило, я на нем даю просто задачки по материалам первых восьми занятий. Давайте посмотрим, что у нас было. в эти 5 занятий. Система линейных уравней в случае вещественных собственных значений. Ну, давайте так и сделаем. По первым восьми занятиям могут быть задачки. Я могу прислать какой-нибудь вариант прошлогодних midterm. Там, возможно, набор сдачи может быть немножко другой. Мы в этот раз идем чуть быстрее, чем обычно. Поэтому дошли чуть дальше. еще вопросы. Ну, все тогда на сегодня. до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok